В Казанском федеральном университете продолжается активная работа по приему заявлений от абитуриентов. Ежедневно сотрудники приемной комиссии помогают ребятам заполнить документы, а также проводят консультации по направлениям. За 28 дней в УЗ подано порядка 150 тысяч заявлений, что на 20% больше, чем в прошлом году. В 2024 году в Казанском федеральном университете количество бюджетных мест составит 7 499, что на 199 больше, чем в прошлом году. Глобальное нововведение этой приемной кампании – это кардинальное изменение целевого приема. В этом году мы очень часто с вами говорили до начала приемной кампании, как это будет. То, что взаимодействие с работодателем происходит через портал работы в России. То, что все заявки от работодателя размещены именно там. И мы видим то, что поток заявлений от ребят, которые планируют поступить в рамках целевого конкурса. То есть уже выбрали работодателя, уже спланировали свой путь трудовой деятельности после выпуска гораздо больше, чем в прошлом году. Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, на данный момент лидирующими институтами по количеству поданных заявлений является Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт управления экономикой и финансов и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Подать документы в Казанский федеральный университет можно несколькими способами. На онлайн-платформе буду студентом, на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского федерального университета по адресу Кремлевская, 35. Эта цифра приближается к 95% поданных заявлений. Но я вам озвучил цифру на направлении еще магистратуры. Магистратура пока еще не проходит через пилотный проект «Поступи ВУЗ онлайн». И вот тоже коррелируйте эти цифры не совсем будет корректно. Но, как я уже сказал, ребята, выбирающие трек цифрового взаимодействия с ВУЗом, 95% относительно прошлогодних 89%. То есть 89% в прошлом году выбрали трек поступлений через портал госуслуг. В этом году все больше и больше ребят выбирают именно этот способ подачи документов. Напомним, что стартовала приемная кампания 20 июня. Но подготовка к этому дню началась намного раньше. Традиционно приемная комиссия базируется в мраморном зале. В 2024 году в помещении был проведен капитальный ремонт, благодаря которому у студентов появилось больше рабочего пространства. Также важно отметить, что помимо внешних изменений, руководство Казанского федерального университета тщательно следит за качеством образования, постоянно добавляя новые направления обучения. В 2024 году абитуриенты имеют широкий выбор образовательных программ. Поэтому, чтобы выбрать то самое направление, необходима консультация сотрудников ВУЗа. Напомним, что подать свои документы в Казанский федеральный университет вы можете до 25 июля. Уже 4 августа в 12 часов 0,1 минуту ректора Казанского федерального университета Ленар Сафин подпишет приказ о зачислении студентов ВУЗ. Важно, что Казанский федеральный университет является одним из самых первых учебных заведений, публикующих в списке поступивших ребят. Отметим, что в рамках нашей рубрики мы знакомим вас, дорогие абитуриенты, с институтами Казанского федерального университета. Эти выпуски вы уже можете посмотреть на нашем телеканале. Приходи, Казанский федеральный университет ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Данила Васильев, Универ Новости.